Какой шикарный вид у нас из окна. Жжечика спальня на горы. После проливных дождей у нас снег. На вершинах гор. Вот так можно сесть на стульчик. И любоваться горами. Всем привет! Вы на канале Я Такая Одна. С вами Нинель. Будем сейчас собирать чумодан. Мы улетаем на Гавайи. На полмесяца. Жжечику, говорю, надоела мне вот эта январская погода. Плюс 12, плюс 16. Полетим туда, где плюс 28 каждый день. Мы в ноябре были. И вот сейчас летим снова. Если серьезно, то эта поездка была запланирована заранее. Не с бухты-барахты. Уже врать не буду. Так что... Насчет видосов не знаю, буду ли я снимать. Но место, где мы остановимся, я сниму. Потому что это новое для нас и для вас место. А видео о Гавайях у меня в плейлисте или наше путешествие. Или просто Гавайи называется. Хавайи. Если интересно, можете посмотреть. Мы все время на Большом острове останавливаемся. Нам там очень нравится. Все познавательные и интересные видео в плейлистах. Это какой? Девятый раз за семь с половиной лет. Девятый же или десятый уже сбилось. В ноябре был восьмой, да? Девятый раз мы летим. И на так долго. Вот так вот. Мои дорогие. Может быть, буду в инсту выкладывать какие-то фотки. Потому что в январе мы ни разу не были. Что-то там может быть цветет другое в январе. Интересно будет нам посмотреть. Вот. Классный дом, конечно. Там такой бассейн при доме. Спа. И вид такой, как поле впереди. А там океан. Ну, я думала, нафиг этот океан будем в бассейне. До океана это лишь надо ехать. Так вот, тропинки к океану нет. Но его видно будет. Ну, все увидите. У меня есть маленький ролик. Я не знаю, его выложу в фотки этого места. Кстати, очень интересно будет сравнить. Соответствуют ли они действительности. Вот сейчас буду собирать чемодан. Если хватит меня показать вам, что джей беру, то покажу. Нет, так просто. И то буду вот так вот. То, что я косметику там вот эту для волос, для тела беру, для морды лица. Ну, косметические я имею в виду крема. Там все это. Я просто покажу сумочки. Я все подробно не буду. Это же ужас, какое видео будет большое. Хочется взять по минимуму. Но чувствую, как всегда, блин, наберу опять. Ну и вообще. Джей Чик такой мне вчера говорит. А ты можешь же не брать с собой никакие платья. Я говорю, с какого перепула? С какого перляку? Там же магазины есть, он мне говорит. Мне уже достаточно я купила для Гавайев. Нафиг мне магазины. Хотя идеи интересные. Поддерживаю. Девчонки, мы поддерживаем такие идеи. У нас, видите, еще с ноября месяца, как мы летали. Алоха, Кона, Хавайи. Отклеить надо. Поставлю штативчик. Вот сейчас скажут, трусами опять трясу. А что, покажу, какие у меня купальники есть. Пусть говорят, что хотят. Е-мое, это проблемы вот этих говорящих. Правильно? Не хотите, не смотрите. Все же очень просто на ютубе. И вообще в соцсетях. Так, давайте. Сейчас вот далеко не уходите. Видите, что у меня на голове? Откручусь. После помывки и неукладки. Попозже уложусь. Вот. Как нам так поставить? Ну, буду брать вот эти вот платья свои. Вот это широкое платье, да? Его можно под поясочек. Вот под такой. Ну, какой-то он тяжелый. А во-вторых, смотрите. Я хотела в два раза. Не могу в два раза себя зацепить. Надо худеть. Вот. Думаю, не буду. Пусть поддувает. Что-то у меня полголовы видно. Не буду брать. Такой тяжелый прям. Ой. Золото. Бриллианты. Джуси Кутюр. Даже не знала, что я купила. Вот. Вот это, значит, платьица. Как я складываю вещи в последнее время. В трубочку сворачиваю. А вообще недавно видела у кого-то видео в ТикТоке, наверное. Там вообще показывали, как вот так вот все, все вот так в кучу складывают и одним рулончиком закручивают. Ну, я не буду так делать. В общем, вот так вот я закручиваю. И получается, что экономишь, сохраняешь больше места, как сказать, да, для вещей. Ну, вот этот сарафанчик. Это же я все в видео, девочки, показывала. Вот. Чуть вот это привязалось. Вот-вот. Не переживаю за то, что там помнется или что фигня это все. Ну, вот эти два комбидреза, я, наверное, сложу их вместе, как и в видео получили. Вот. Опять вот сказала, господи. Вот. Фу, блин, что такое пристало? Вот, смотрите. Ё-моё. Получается, а что это? Два платья у меня, что ли? А, вот это. Ну, вот это я показывала, оно коротковатое. И как-то не очень смотрится, поэтому я возьму белые бриджики. И будет у меня это типа туника. А вообще посмотрю. Там же, ну, во-первых, вы знаете, что и в Америке никто по этому поводу не заморачивается. А на Гавайях тем более. Кто хочет, выпендривается. Кто хочет, не выпендривается. Я не буду выпендриваться. Потом купальники. Такой у меня сплошной купальник. Гляньте. Как-то кассовая лента. Как чек из фармаси. Из CVS. Очень красивая расцветка, согласитесь. Вот. И он так вокруг шеи, вокруг талии, как хочешь. Как хочешь. Импровизируй. Что-то прям крутится слово. Проекцируй. Проекцируй. Импровизируй. Вот этот купальничек. Тоже расцветка. Смотрите, прямо гавайская. Возьми. Труселя хорошие, высокие. Так, девочки, мальчики. Значит, кому не интересно, отключайтесь. Никого силы не держим. Чем хороша наша компания? Тем, чтобы никого, никогда силы не удерживаем. Вы сами принимаете решение. Быть или не быть. Смотреть или не смотреть. Ну, вот эти труселя у меня есть от другого купальника. Там топ просто такой. Не знаю. Ну, возьму вот этот вот. Кстати, надо чашечки вытащить. Нафиг мне эти чашечки? Правильно? Чашечки сохраним. Потому что потом мы их можем под вечернее платье наклеить. Я вам показывала в видео. Холливудом специально придуман. Вот. Такой у меня будет. Получается, и четыре купальника беру. А чё? Вот этот мини-бикини. И такой здесь вязанный верх. Это старый купальничек. Вот. Его можно, кстати, с чёрными трусами. По-всякому можно. И вот смотрите, как у меня уже мало. А, ещё же пижаму я думаю. В ноябре я ездила, брала вот эту вот пижаму. Девчонки меня спрашивали. Я отвечала. Такая классная пижамка. Такой топ. Такой вот он сзади. Три лямочки. И вот такие труселя. Ну, что я хочу сказать. Пижаму я надеваю только утром. Я сплю голенькая. Мне так и нравится. Всё это в трубочку, в трубочку. И есть у меня ещё вот такая же пижама, как этот халатик. Но я не знаю. Зачем мне две пижамы, например? Вот стирала и всё. Халатик возьму, мало ли. Мало ли. Пусть будет халатик. Тоже вот так в трубочку, в трубочку. Так, сейчас отключусь, потому что труселя накидаю ещё на всякий случай. Пусть будут труселя. Вот. И может быть какой лифонки. Хотя подо что мне здесь лифон нужен? Под комбидрезы не нужен. Под эти платья. Ну, может быть такой вот. Из этой серии. Вот из этой серии у меня лифики. Топы. Лифтоп. Беленький где-то у меня есть. А зачем мне беленький? Так, в дорогу я надену вот этот вот. Это кто это? Венс кому-то. Кому-то венс, кому-то нет. Тоже он такой лифик топ. Очень легко не перетягивать здесь в грудную клетку. Ну, они в наборах продаются. У меня разного-разного цвета они есть. Они тоже с чашечками. Но я все чашечки уже вынимала. Лежат отдельно. Вот. Вот это. Это в дорогу сюда. Этот один достаточно, я думаю. Правильно? Нафига мне много. Телесный еще взять. Да нафиг надо. Так, отключусь, трусов накидаю. Хотя тоже зачем накидывать. Парочку взяла. Стринги там. И стринги. Возьму стринги, слушайте. Вот это у меня такие бесшовные стринги есть. Вот. Пусть будут стринги. Значит, стрингусечки. И думаю, раз я уже беру бриджики, возьму-ка я свой льняной. Не сарафан это? Был сарафан, кстати. Это был сарафан. Вот сейчас бы я, конечно, длину не отрезала. Она была так вот до середины икры. Что-то мне не нравилось. Я отрезала и сделала тунику. Очень красивый цвет. Марк Спенсер, если кого интересует. Возьму. Красивый, очень красивый цвет. С белым. Супер. Так, взяла. Сарафан дома носить буду. Уже этот в домашний перейдет у меня. И, хотя там прямо во дворе бассейн. Ну, возьму вот так вот. Может быть, я захочу в туничке посидеть. Я даже не знаю, эту взять или ту вторую яркую. Наверное, ту яркую возьму. Чего вот эту темную тянуть? Или она красива будет на солнце? Чего скажете? Какие у меня цвета купальников? А, вот это подходит сюда и сюда подходит. Нет. Ладно. Чилолетовый возьму. Как-то скромнее надо быть. Уже возраст, знаете ли. Нечего выпячиваться. Значит, у меня вот такие есть сумочки. На молнии. Я сюда обычно складываю. Тоже очень, кстати, удобно. Трусики сложить. Я вот купальники сложу. Видно? Купальнички сюда положу. И будет у меня красивенько. И прямо таким вот. И закинул в чемодан. Что у меня тут еще можно закинуть? Вот это еще можно закинуть. Ой, сюда еще можно что-нибудь накидать. Вот это платьице можно. Пижаму можно. Вот видите, как все удобно. Вот так сложил. Закрыл. Главное ничего не забыть. А то вот это и видео снимаю, и болтаю. И укладываюсь. Ну, как говорит Джечек. Там есть магазин, и все можно купить. Не знаю, наверное, я вот в этот. Видите, такая сумочка получается. Сюда, наверное, я и платье сложу. О! О, гляньте, какая красота. Тоже сворачиваем. Сейчас девчонки какие-нибудь у меня придут. Раскритикуют, скажут. Боже, какая херня! Как можно так сворачивать? Девочки. Живу, как хочу. И не надо, не надо. Поняли? Для этих девочек. И укладываю, как хочу. Мне так удобно, мне так нравится. И пучку то возразит. О, гляньте. Так можно же, наверное, вот так вот и ехать. Взяла две сумочки и похерачила на Хавай. Ну фига чемодан с собой тянуть. Ну надо мне же еще, надо, смотрите, мебель, хотела сказать. Обувь мне надо взять. Косметические средства. Вот. Сейчас укладываю это в чемодан. Оставайтесь со мной. Обувь я положила на мешочек. Если кто переживает будет. Беру вот эти. Они хоть и на такой вот подушке. Ну очень удобные. Очень удобные. Уже проверены. На каблучке тоже хочется походить. Потом беру вот эти. Я тут в прошлый раз показывала вам обувь свою. Я вам еще не показывала, сколько у меня вот из этой серии сланцы-фиганцы. Это же вообще. И такие беру. И вы знаете что? И я поеду прямо завтра в аэропорт. В сланцах своих найковских. А под них носочек надену. Зачем мне эти кроссовки, если я их там носить не буду? Зачем мне это переть? А Джей, наверное, в сандали носки. Джей в сандали. У него сандали есть. Специальные. Носки и барсетку. Уже чтобы совсем по-нашему было. Вот. Я думаю, три пары достаточно. Уж если что, то, как говорит Джейчик, Нинель, там же есть магазины. Я куплю себе, если мне прям что-то вот прям захочется. Но, как показывает практика, даже вот этого много. Можно вообще одни сланцы брать и чесать. Вот что я вам скажу, мои дорогие. Потом я возьму маленький, свой Томми Хилфигер. Как его? Рюкзачок. Ой, извините. Икнула. Провец, конечно. Маленький рюкзачок, потому что не хочу никакие сумочки тянуть. И не хочу. А рюкзачок один вот я этот свой джинсовый розовый дорогу положу туда все, что документы там туда-сюда. А этот вот уже, знаете, там в ресторан вечером пойти, чтобы не с розовым. А этот вроде как и черненький, приличненький, маленький. А сумочки не хочу никакие тянуть. Вот еще осталась упаковка масок. Еще надо маски взять и перчатки, потому что я заставляю Джею, когда он заправляет машину на автозаправке, не все автозаправки имеют вот эти дезинфицирующие средства или салфетки. Перчатки, говорю. Все. У меня все серьезно. Перчатки положу в чемодан, потому что какие-то положу, еще надо положить чемодан, кстати, какие-то положу в этот самый, в дорогу, в самолет. И если что, это же там можно все купить. Даже я не знаю, нафига я буду. Ну вот это уже упаковано, ладно, кину. Все же купить можно. Главное вот на первый день, чтобы у тебя было. А потом все купишь. Нафига вообще, что-то я вот халат забыла тянуть, правильно? Но я тяну. Нафига покупать, если у меня все есть, опять же. А, вот витаминки сложила. Вот витаминки у меня такая, видите, на 2 недели. Как раз. Витаминочки у меня есть на неделю, на 2, на 4. Ой, блин. В России, кстати, есть, но они не такие классные, как здесь. Здесь вот это на кнопочке. Пронумерованные. Ой, прописаны с воскресенья. Здесь же у недели с воскресенья начинается. Чтобы, если вот так, по дням не запутаться. Вот. И на какие хотите. И на 1, на 2, на 3. Наушники вот для самолета прямо. Покупала, помню, в самолете. А не фильмы смотреть. Фильмы смотреть. Вдруг свои не подойдут. У меня всегда наушники есть для самолета. Потому что здесь не выдают нафиг. Здесь покупать только все надо. Потом спирт. Здесь продается спирт. И 99% и меньше. Свободной продажи в аптеках. Это у меня в сумочке всегда. А так еще в машине у нас. Ну и вот это ж. Вот такая у меня сумочка тоже. Специальная. Здесь есть такие кармашки. Все уложить можно. В эти кармашки затягивается. Ой. Извините. Специальный треул даже. Вот она называется. Здесь у меня такие пузыри, да? Вот это у меня. Надо, кстати, новую уже купить. Лаура Эшли. Вот здесь у меня. Здесь коробочки такие продаются. Специально для палочек. Тревел тоже. Расческа Тревел у меня. У меня все Тревел тут. Это для лица. Японские. С спи-фильтрами. 50 плюс. Защита. Это. Мол, я прическу сделаю. Хвостик этот на резинке. Так, это тейпы у меня от морщин. Это гавайские цветочки. Они такие дорогие, поэтому свои беру. Ну, средства для снятия лака я вам показывала. На всякий случай легкопластыри. Так, унисон это спать, чтобы мало ли не уснул. Щетка очень хорошая для пяток. Вот. Это такая щетка расческая. Это, кстати, японская. В Японии нам выдавали в каком-то отеле. Маленькая пенза. Увеличительное стекло. Лупа. Вот. Маленький дезик. Вот это средство. Это термальная вода. Это я положу, потому что я ее в самолет возьму. И дезик, наверное, возьму в самолет, потому что вдруг помою подмышками, а потом вспотею и помою подмышками, а помазать будет нечем. Ой, крем для рук, кстати, надо положить обязательно. А вот у меня какой-то есть. С какого-то отеля. Руки и тело. Лосьон. Вот надо вот. Это все я в самолет возьму. Аквафор. Вот, кто знает. От сухой кожи. Сейчас выпускают уже, видите, в аэрозоле. Это продается в отделе, в аптеке, где travel. Все, все для путешествий. Вот, дорогие мои, я опять говорю, вот. Больше сказать нечего. Так, здесь у меня сухой шампунь. Говорила, не буду показывать, а показываю. Сухой шампунь. Living Proof. Значит, для глазок. Eye Cream. Multivitamin. Это пьяный слон. Ой, что-то насморк у меня, извините. Drunk Elephant. Ну, это шампунь я вам показывала. Это девочка мне, кто посоветовал. Спасибо большое. 50 защита лосьончик. Правда, так классно ложится, не за маской. Я купила давно еще, как мне сказали. Летом еще, кажется. Ну, маленькая зубная паста. С SPI-фильтрами. 50 защита тоже. Вегиеническая помада. Летки, что же надо сохранять свои. Это у меня какой-то джентелла. Забыла, что это за джентелла, как по-русски. Зеленый лист. Это корейская косметика, кажется. Крем. Или японская. Нет, Корея. Лаки беру. Вот это. Таким у меня педикюр накрашен. Он светится, кстати. Вот. И два этих новых. Но это еще... Еще я должна это все обмотать пленочкой. А это я еще накрашу ногтики. Мне еще пригодится. Вот. Что еще? А ну вот самолет я беру. Тоже у меня здесь. Смотрите. Айбопрофен. Айбопрофен. Что-то еще. Так. Это есть я и вдруг понос. Мало ли. Это что у меня такое? Это ибопрофен. Маленький такой дорожный. Кстати, надо его отдельно. А этот в самодан закинуть. Это освежитель пола с рта. Я вам показывала. Это для носа. А это вот таблеточки. Кто-то тоже меня спрашивал. Я писала вам. Девочки, видели или нет? Это спрашиваете. Пишу. Вы даже не отписываетесь. Прочли его. Нет. А потом думаете, что я вам не ответила. Вдруг желудочек заболит. Вот. По две их тут надо. Можно по одной. Тоже это есть большие банки. Это дорожный набор. В этот раз я хочу без ручной клади. Сказал Джейс. Ты свой чемодан. У меня свой чемодан. И вот я сюда. И у него своя сумочка есть. Чтобы вообще в аэропорту ходить, когда сдашь чемодан с пустыми руками. Нафиг надо вот это тягать. Лишь на эти за собой чемоданчики маленькие. Не хочу в этот раз. Так. Ну вот все свое я показала. В чем я полечу еще не знаю. То, что в сланцах и в носках. Как колхоз прогресс для кого-то. Мне пофиг. Здесь это нормально. Я такое видела. Я помню фотку даже делала. Года три назад. Я увидела девочку в сланцах и в носках. И думаю. Боже, какой ужас. Какой ужас. Сейчас я уже на все внимание не обращаю. Вот. Вот. Не могу обратить внимание. Но я уже не подумаю, что это такой ужас. Что это пипец. Что она сланцы носки надела. Оделала. Записывается у нее. И. Нам же только что. Машина прыгнула. До аэропорта доехала. Это мы из ЛЭЭКС вылетаем. Из международного. И. Вон с ТАП летим этот раз. Тот раз пересадка у нас была. В Гоноулу. В Гоноулу. В Гоноулу уже. А этот раз мы летим без остановок. И. Что еще. А. И до аэропорта дошел. Машину оставил на стоянке. До аэропорта дошел. И что там. Курту с капюшоном. Достаточно. Все. Кстати. Компрессионные гольфы. Обязательно нужно. Всем надевать. В самолете. Это вот джейчика. Гольфики. Я думаю наверное. Пусть он их прямо дома уже наденет. И у меня есть. Где-то мои еще есть. И летит. Так. Это в дорогу. Так что джейчика. Значит. Дома ходить. Такие шорстики. С карманчиками. Ой. Думаю еще сзади карманчик. Зала такие три майки. Хотя у него есть больше. Вот. Чемпион. Не знаю. Дома ходить. Теперь же на бассейн не надо ходить. Как раньше надо идти. А вышел и ты во дворе. Видите. У него уже висели. Одна в другой. Тоже чемпион. Желтый. И вот такая. Гавайская прямо. Это тоже сейчас трубочка сверну. Это тоже для дома. На смену. Хотя же все можно там постирать. Ёпросете. Я не знаю. Я не знаю. Это тоже. Вдруг прохладненькое утром. Футболочка. Это. Мне кажется в Португалии покупали. Вроде так. Качество ничего. Но воротник уже в карточках. А для дома нормально. Так. Тоненькие шортики. Харлей. Такие поприличнее. Тоже тонюсенькие. Это у него докерс. Кто знает. Это хороший бренд. Такие они прямо как плащевочка. Это так вот. В ресторанчик. Если по приличному пойти. Хотя можно и в таких шортах. Такие шортики. Что ж у меня насморк начался. Гляньте. Чихнула и все. Немнож потек. И такие. Все с карманчиками. Есть еще белые на молнии там карманы. Но они толстые. Эти-то тонюсенькие. Вот. Бассейн. Хотя в таких можно и по городу. Бассейн. Это кажется Томми Хиллфигер. А, не. Это Кальвен Кляйн. Ну и труселя. Тоже ручка вот эта. Крутые труселя. Кальвен Кляйн. Всякие разные. Это микрофибра. Вот красивые. Видите. Какой размер уже еще коробки. Эмочка. Эмочка. А плечи. Эксель, наверное. Эли эксель. Эксель. Эль мало. Светерочек. Тоже этот свитер. Томми Хиллфигер. Так вот. На плечи накинуть вечером. Потому что я не знаю, как я наварить там вечером. Может быть днем жарко, а вечером немножко попрохладнее. И гавайские рубашки. Это у него Томми Бахама. Нравятся мне эти рубашки. Не надо никуда их заправлять. Такая рубашечка. Это какая-то. Кампия. Какая-то кэмпия. Мэйдин Корея. Не филожили. Такая, видите. Коктейльный вариант. Вот эта с девками классная. Варинкл Фри. Натурал ищу. Не знаю, что такое. С девками, с девками. И вот эта прям гавайская. С островами. Февант какой-то. Дизайнер Хавайи. Вот экстралач. Сто процентный катон, кстати. Тоже сейчас сложу. Уложу вот сюда. Ему в эти сумочки. И каждый потянет свой чемодан. А потом мы сдадим пол головы. Вот отключусь. Опять же я так же трубочкой сверну, чтобы вам не показывать кухню. Ну, это все. Еще забыла. Моя самая любимая футболка пола. У нее такой вот вырез большой. И он идет в жечку. Потому что у него вот это висит курдюк под подбородком. И когда впритык, вот здесь вот, да, под горловину, прямо под горлышком, не очень не нравится. Ему или мысиком, как раз курдюку в мысик подает. С кем разговариваю? А это она такая, знаете, распидяйская. Так она классная. Такая вот прямо морская тематика, опять же. Так. Горлышечку наденешь гурсики и сандалики. Кроксы у него сандалии закрытые. Потом покажу. Он говорит, все как ты хочешь. И такие вот сандалии я возьму ему. Вот. Такие сандалии. Тоже мешочек для обуви специальный. Это у меня уже давно. Эти мешочки, сумочки эти. Вот эти недавно. Кто-то Дживи прислал. За что-то поблагодарил. Или риелтор, или кто, не помню. За то, что новый дом там купил еще. Вот. Набор такой. Это вообще для обуви. Ну, она новенькая, чистенькая. Я не знаю, какая обувь детская только сюда поместится. Я сюда трусняк ему сложила. Тоже такие. Мои глубокенькие, а эти какие-то мелкие. Но все равно удобно. Так отложила. Можно, конечно, что-то другое сюда положить. Погрузить. Вот, смотрите. Вот сумочка такая замечательная. Вот сюда сейчас положу что-нибудь. А, вот сюда положу свитер, наверное. И вот эту футболку. И такие вот. И дома ходить. И... 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 Наверное, плойку не буду брать. Пусть полмесяца этих, две недели, мои волосы отдыхают. Правильно? Нафиг их вот это травмировать лишний раз. И... Вот хоста я взяла резиночку надену. Прическа готова. Документы не забыть. Мы зарегистрировались, как в прошлый раз, на сайте гавайского говермента. Нам выслали QR-код. Мы сохранили это в своих телефонах, в айфонах. И везде будем показывать в аэропорту. Опять, наверное, браслетик будут нам вешать. Который только по прилету надо будет снять. И что еще? А, вот. Не беру никакие парфюмы. А это у меня... Томми Бахама Верикул. Для тела. Опрыскался. И замечательно. Нравится мне этот аромат. Парфюмированная водичка. Как мист. Как облачко, как мист. Ну, поняли, как это. Как вуаль. Вот что-то. Видите, как компактненько. Еще и место осталось. Ну, я же еще вот это закину сумку. Зато будет легко нам их довести. А не, знаете, в один напихать. И вот это еле переть его. И поднять легко. У каждого свой. Это Томми Хилфигер. У меня и у Джечка даже Томми Хилфигер. Такой. Не жалко его, что его потрепят. Очередной раз. Видите, как удобно. В этих сумочках можно и бочком положить. Тоже витаминки там у Джечка. Вот. Я в своих этих найках поеду. Проверенные временем. Господи, ему уже, наверное, я не знаю, сколько лет. И вот у Джечка вот эти сандалии. Носочки. Вон, гольфики обуют еще. Гуляй, Вася. Кипарик Джечку возьму. А себе, наверное, розовую. Еще у меня вот такая есть. Они легко в чемодан складывают. Свети гнутся. И поедем. Продолжение следует. Продолжение следует...